Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый, я отвечаю на ваши вопросы. И вопрос, который сейчас мы рассмотрим, это парогенератор для сауны. Изначально хочу немножко вначале оговориться, чтобы вы понимали, есть две бани. Баня высокотемпературная, которая называется сауной, и баня паровая, это та баня, которую мы называем баня по-русски. Поэтому, чтобы мы здесь с вами ввели разговор в одном ключе, сейчас как раз вопрос именно для сауны, для высокотемпературной сауны. Так вот, изначально парогенератор для сауны появился именно потому, что многие люди, которые не понимали, что такое сауна, попав туда, получая высокую температуру, сухой воздух, не получали нормального удовольствия. Значит, те манипуляции с банной печью, которая устанавливалась, или там саунная печь, каменка, манипуляции подачи воды на камни, приводили обычно к очень неприятным ощущениям. Это получался, как говорится, сильный удар, ну это ж не то, что там мягкое, медленное воздействие. Ну, представьте, ковш поддать. Ну, поддают там по чуть-чуть, опять же, по чуть-чуть, нет того удовольствия. Значит, ставилась задача у людей удержать все-таки влажность хотя бы там в 10% для того, чтобы хоть чуть-чуть смягчить вот этот вот тяжелый климат сауны, сделать ее, как говорится, более мягкой, более удобной. Ну, и для этого были придуманы парогенераторы. Это обычные устройства, в которых вода кипит и по трубе гонится в пар прямо в помещение. Это, ну, своего рода увлажнители воздуха. Парогенераторами можно их назвать условно, из-за того, что они производят именно пар, пар низкотемпературного кипения, но не делают пар для парения. Поэтому, однозначно, если мы хотим получить банные, паровые режимы, то какой-то парогенератор, отдельно стоящий, задувающий пар в это помещение, не совсем подходит нам для наших режимов. Это, лучше с этим справляются печи, которые имеют встроенный парогенератор, как наша казачка. Они создают именно вот эти вот режимы, мягкие, они создают влажность необходимую. Их можно автоматизировать, подавая, там, капельницей или маленькой струйкой воды в приемник, в воду в течение всего периода подготовки бани и парения. Вот. Но это изначально, как говорится, если мы идем на то, чтобы получать фактически разные режимы, и мы ставим такое оборудование. Что делать людям, которые уже, ну, не могут ничего исправить, потому что они купили не ту печь, печь, которая имеет высокую конвекцию, которая имеет плохой нагрев камня. Эти печи составляют процентов 80 рынка, и они пользуются спросом только за счет своей дешевизны. В таких случаях, конечно, если человек уже, ну, вынужденно попал и ничего менять не хочет, тогда он, да, вынужденно должен ставить парогенератор. Парогенератор, те, которые предлагают парогенератор кипения простой, вот те, как Харвия, там, Хелла, Тулла, ну, недостаточно справляются с этой работой, все-таки пар у них некачественные. Лучше, конечно, если это будет парогенератор, который испаряет с высокотемпературных поверхностей. Это вот как типа казачки. Ну, есть такие еще и электрические парогенераторы, устанавливаемые прямо в помещение, и они испаряют эту воду уже с высоко нагретых поверхностей. Этот парк значительно лучше, и его можно, в принципе, уже применять и для того, чтобы создавать банные режимы. Если с таким расчетом, что, допустим, у человека электрическая каменка, он повесил ее, да, а по-другому он как-то увлажнить помещение, он не может. Ему может помочь и такой же электрический парогенератор, который реально сможет ему увлажнить. Поэтому, вот, когда у вас возникают вопросы, желательно, чтобы они возникли еще до того, как вы выбрали оборудование. С такими вопросами, если вы придете, мы вам реально сможем подобрать оборудование. Когда идет процесс исправления того, что вы уже сделали, и что у вас уже получилось, вот тут вот уже сложнее. Потому что начинаются реальные вопросы, где та золотая серединка, которая бы могла вам создать оптимальный режим при том оборудовании, которое у вас уже стоит. Исправлять всегда хуже, чем делать сначала. Поэтому, прежде чем делать свою баню или сауну, сначала будьте добры, соберите информацию, зайдите, спросите, мы вам подскажем, как лучше, в каких режимах, какие вам больше подходят, и что можно в этом случае сделать. И делать изначально плохо для себя, ну, я не советую. Поэтому, реально, парогенератор для сауны существует. Есть решение, как вот, допустим, парогенератор, встроенный в печь, как у казачки. Есть отдельно настенные парогенераторы, которые работают внутри парной. Есть парогенераторы, которые выносные, которые работают за пределами бани, а задувают воздух. Это, конечно, и, кстати, те, они нам более дороже. И самое главное, что у них еще есть огромные претензии к подготовке воды. Если там воду будете заливать, абы какую, из крана или из колодца, то долго эти парогенераторы не проработают. Те, которые температуры кипения дают в пар. Вот уже высокотемпературные вот эти вот парогенераторы, которые встроены в печь, или которые электрические, настенные. Вот эти парогенераторы более устойчивы к жесткой воде. И их можно, как говорится, применять в любых условиях. Поэтому, прежде чем решиться на создание сауны, предлагаю вам обратиться к специалистам, чтобы вам дать точную консультацию. Какие для вас режимы более оптимальные, и для этого, как его оборудование подобрать. Спрашивайте. Продолжение следует...